Ассаламу алейкум друзья, Чечен Синдром рад вас видеть на своем канале. Друзья, сегодня мне хотелось бы вам рассказать одну историю, как в пример мужества, благородства и человечности, военахского народа. Не так давно, во время визита группы чеченцев в Грузию, их повезли на экскурсию в Национальный этнографический музей имени академика Георгия Читая. Когда чеченцы переговаривались между собой, к ним подошла молодая и симпатичная девушка, сотрудница музея, на тело Бженидзе. Она спросила, вы чеченцы? И радостно улыбаясь добавила, как же я вас люблю, чеченцы. Конечно, слегка оторопели от такого эмоционального приветствия, вернее, от непонимания, чем заслужили любовь этой юной грузинке. Оказывается, и это просто удивительно, любовь к чеченскому народу передалась ей от ее дедушки Ромоноза Лобженидзе. Инати рассказала им историю, которую в их семье знают и чтут все, и старшие, и младшие. Это было после Великой Отечественной войны, в одном из советских исправительно-трудовых лагерей, куда, как известно, массово попадали и участники боевых сражений за какие-то нелепые провинности, значимость которых была возведена следователями НКВД в рамк страшных преступлений против Родины. Вот в этом лагере, где-то в Амурской области, содержался и дедушка Натси. Как-то раз, построив всех заключенных на плацу, руководство лагеря обвинило его в совершении какого-то проступка и приговорило к расстрелу, причем, к показательному. Видимо, в воспитательных целях грузина Ромоноза вывели из строя, отвели чуть в сторону. Уже конвоиры взяли его под прицел, уже звучали слова приговора, как вдруг из строя вышли человек 30 чеченцев, стали рядом с грузином и сказали, что уверены в его невиновности, и если приговор не отменят, пусть заодно расстреливают их всех. Руководство лагеря на такой шаг почему-то не решилось. Вот так, благодаря такому самоотверженному поступку неизвестных нам чеченцев, мой дедушка остался живым, сказала Натте. Он потом вернулся домой, долго жил, работал, у него появились дети, внуки. И он всегда всем рассказывал, как чеченцы спасли ему жизнь, он любил ваш народ и нам передал эту любовь. Дедушки уже нет в живых, но мы храним эту любовь. Когда у вас была война, в нашей семье все очень переживали и молились за вас. Я так рада, что теперь у вас мир, и так рада, что встретилась с вами. Она говорила так эмоционально, что не поверить в ее искренность было невозможно. Это ли не связь поколений, не так ли закладывается дружба народов? Прощаясь с Натей, чеченцы сфотографировали ее и сказали, что обязательно напишут о ней, и по интернету сбросят ей статью. Но она сказала, что у нее нет электронного адреса, так как она не любит компьютер и не пользуется им вообще. Натей была чиста и наивна, как вся эта первозданная красота музея, под открытым небом, которое ее окружало. Вот такой обычный правдивый рассказ. Пусть подобные примеры воспитывают нашу молодежь. Пусть все люди на Земле знают, что каждый в айнах, убежденный носитель генетической информации о тваге и благородстве, готовый на самопожертвование ради истины и справедливости. Это очень важно сегодня, когда Иблис, Сатана, заставляет нас оправдываться в том, что нам совершенно не присуще. Друзья, на этом у меня все, если вам понравилась эта история, не забудьте лайкнуть. С вами был Чечен Синдром и до новых встреч!